Добрый вечер. Рад всех видеть. Сейчас немножечко тут настроюсь. Так, как меня видно, как меня слышно. Пожалуйста, насколько хорошо видна презентация. Так, немножко мне так надо свистеть, чтобы быть посередине экрана. Сейчас еще у нас немножечко времени, и мы начнем. Друзья, ну так вот, как мы построим работу? Сейчас мы пройдем вот это обучение, посмотрим нашу презентацию, послушаем. Безусловно, у вас возникнут вопросы. Единственное, друзья, о чем я вас прошу в этот раз, давайте мы их будем писать на листочек, а потом, когда я дам время, мы их зададим, я на них поотвечаю, ладно? Потому что, если они будут поступать сейчас, я, к сожалению, не смогу остановить презентацию, чтобы на них поотвечать. Я боюсь, просто они у нас убегут, и я их не буду видеть. Поэтому давайте вопросы в конце. Вообще вопросы, конечно, приветствуются. Собственно, смысл вот такого общения именно в том, что мы можем все, что нам надо, уточнить. Друзья, сегодня мы говорим о новой линейке шоколада «Пять суперфудов». Сразу подчеркиваем главное отличие этого шоколада от большинства присутствующих вообще так вот на рынке. Этот шоколад без сахара, и я очень здорово на этом остановлюсь, потому что это весьма важное свойство. Для начала, вы знаете, шоколад – это продукт, получаемый из какао-бобов. Какао-бобы – это плод дерева какао. Путем растирания какао-бобов мы получаем тертый какао. И вот, собственно, далее, если мы отожмем тертый какао, мы получим какао-масло. И вот остается то, что мы называем какао-порошок. Но производство какао чаще всего в хороших сортах… Друзья, да, насчет звука. Как насчет звука? Уточним. Я надеюсь, меня слышно. Ой, спасибо, друзья. Вот. На производство какао хорошего идет в основном тертый какао и какао-масло. И иногда добавляется молоко. Сразу подчеркну, молоко специальное, так называемое, пленочное карамелизированной сушки. Очень вкусное. И тогда мы получаем молочный шоколад. За счет введения молока содержание какао в таком шоколаде, какао-компонентов, конечно, меньше, но все равно считается, что оно не должно быть менее 25%. Если производных какао больше, где-то от 40%, то такой шоколад называется темный. Вот. И есть еще, выделяется такой горький шоколад. Некоторые выделяют его условно. Это когда какао-компонентов еще больше, где-то от 55%, но считается, что такой качественный горький шоколад, это когда какао-компонентов от 72%. Нужно сказать, что тертый какао и какао-масло – это чрезвычайно полезные компоненты какао, и поэтому чем их больше, тем лучше шоколад. Это дорогие компоненты, поэтому чем их больше, тем выше цена шоколада. Ну и, соответственно, естественно, выше качество. Вот действительно, когда мы говорим о шоколаде, первая мысль, что это очень-очень вкусный, но очень-очень вредный продукт. Вот я хочу вас сейчас разубедить, что шоколад – это чрезвычайно полезный продукт. Чрезвычайно. Вот посмотрите, классический шоколад, ну, шоколад с сахаром, да, вот что в нем есть полезного? Вот, во-первых, сами по себе компоненты какао-бобов – флавоноиды, обладающие выраженным антиоксидантным действием. Что здесь происходит? Во-первых, флавоноиды какао, это доказано, они имеют антиэйдж-эффект, то есть они фактически тормозят, останавливают развитие всех возрастных болезней, ну, в частности, артериальной гипертонии, в частности, атеросклероза. Есть данные, показывающие, что флавоноиды какао снижают вероятность развития рака. Жирные кислоты, которые содержатся в какао-масле, это в основном омега-9 жирные кислоты, обладают выраженным антиэтерогенным действием. Поэтому, опять же, мы настаиваем, что чем больше в шоколаде какао-масла, тем он полезен. Очень важны минеральные вещества, которые имеются в шоколаде, ну, в частности, магний и калий. Это два минерала, которые необходимы для нормализации работы сердечно-сосудистой системы, нормализации артериального давления, для некоторого замедления работы сердца. Это необходимо, чтобы сердце успевало во время расслабления больше и лучше отдохнуть. Магний – это антидепрессант. То есть, когда в нашем питании достаточно магния, мы чувствуем себя более спокойными, более умиротворенными. Когда достаточно магния, нет вот такого ощущения для многих знакомых, это судороги ночные. Вот если кто-то из ваших близких или знакомых жалуется на ночные судороги, нижних конечностей, посоветуйте. Посоветуйте что-нибудь с магнием. Ну, вот, в частности, можно шоколад, потому что у него магния много. Вот. Ну и сам по себе очень интересный эффект. Шоколад – это лакомство, а лакомство очень специфически действует на нашу центральную нервную систему. Поэтому лакомство нас умиротворяет, понимаете? И мы начинаем по-другому смотреть на вещи. Смотрим на них как бы, ну, с большим таким приятием, более спокойно. У нас снижается уровень тревожности. Мы становимся более позитивными, более дружелюбными. Эти эффекты, они обязательно будут, ну, потому что шоколад специфически стимулирует выработку серотонина и эндорфинов. Это гормоны радости. И, вы знаете, когда мы снижаем уровень тревожности, у нас улучшается выработка дофамина. А дофамин – это гормон или медиатор целеполагания. То есть мы лучше видим смысл этой жизни. Мы лучше понимаем, зачем мы живем. Мы едем путь к нашей цели. Вот. И получается, что шоколад оказывает ряд эффектов и на нашу высшую нервную деятельность. Мы становимся более сообразительными, более умиротворенными, менее тревожными, больше готовыми к каким-то новым свершениям, к новым вызовам. Согласитесь, в наше время это очень дорогого стоит. Но ошибкой было бы думать, что шоколад – это исключительно полезный продукт. Нет, конечно. Классический шоколад с сахаром, он одновременно и достаточно вреден, исключительно потому, что он именно богат с сахаром. А с сахаром, знаете, вот все то хорошее, что приносит с собой какао-бобы, просто буквально сводит к нулю. Избыток сахара в нашем питании – это риск сахарного диабета, это риск ожирения, это риск болезней сердечно-сосудистой системы. Сахар, он, знаете, так интересно действует на головной мозг. Вот нам на какой-то момент становится вроде бы как-то ничего хорошо, а потом мы снова впадаем в тревожность, когда уровень сахара снижается. И получается, что мы как бы начинаем зависеть от сахара. Съели – вроде бы ничего. Время прошло, нам опять плохо. Мы тревожны, мы нечемся, мы, как это вот сейчас модно говорить, тупим. Плюс очень часто шоколад делают менее качественным, вводя вместо дорогого какао-масла всякого рода другие жиры, ну, например, подсолнечное или соевое масло. Сейчас мы очень относимся к избытку в нашем питании омега-6 жирных кислот, которые приносят с собой вот эти вот самые масла. Это провоспалительные жирные кислоты. Они ускоряют развитие так называемых возрастных болезней, ну, того же атеросклероза и сахарного диабета. Омега-9 жирная кислота, олеиновая, которая богата какао-масла, она обладает прямо противоположным действием. Она антиатерогенная, она противовоспалительная. То есть вот такая замена, она не безразлична для организма. Очень часто в масла с целью вот их отверждения вводят так называемые гидрированные жиры или жиры, богатые так называемыми трансориентированными связями, трансизомеры жирных кислот. Имеется довольно много научных наблюдений, что увеличение в нашем питании таких трансизомеров жирных кислот прямо повышает темпы развития атеросклероза, прямо ускоряет наше старение. Поэтому при приобретении шоколада все время надо смотреть на упаковку, все время надо смотреть, какой там именно жир, какие там масла, есть ли там сахар или он чем-то заменен. Вот, кстати, это отличная идея, ведь мы можем сделать шоколад полезным очень просто. То есть нужно просто убрать все вредное, уже будет больше пользы. А если мы еще добавим полезные компоненты, полезные наполнители, мы увеличим вот эту самую пользу, то есть наше питание станет функционально полезным. Представляете, тут мечта многих – сделать полезное лакомство, сделать лакомство, которое можно было бы есть, которое можно, понимаете? И вот, собственно, таким вот образом была и создана эта линейка. Но здесь нужно подчеркнуть еще вот этот третий момент. Необходимо было, чтобы полезное было изысканно вкусным. Необходимо было проработать вкусовую гамму, проработать ее в режиме независимых дегустаций, так, чтобы данный шоколад не только не проигрывал каким-то классическим образцам, но даже у них выигрывал. Итак, получается, шоколад, из которого вывели все вредное, в нем оставили все полезные компоненты, тертый какао, какао-масло, дополнение молока, тут несколько здесь есть видов молочного шоколада, вот, и далее сделали полезные наполнители, но это еще не все. В каждый из этих сортов шоколада добавлены так называемые суперфуды. И вот отсюда, собственно, пошло название. Пять суперфудов. В каждый из этих сортов шоколада добавлено пять суперфудов, причем тоже они сбалансированы так, чтобы усиливать действия друг друга. Что мы ждем от шоколада? Мы ждем энергию, мы ждем хорошей такой ясности, видимости, видения жизни, мы ждем снижения тревоги, мы ждем повышения нашей умственной работоспособности, физической работоспособности, мы ждем укрепления иммунитета, мы ждем повышения сопротивляемости вот этим всем заболеваниям, в том числе и вирусным. И вот посмотрите, как это было решено. Итак, линейка представлена шестью вкусами. Три вкуса молочного шоколада с клюковой и грецким орехом, с клубникой и фундуком, с манго, и три вкуса темного шоколада. Шоколад с апельсином и какао-бабами, шоколад с вишней и кешью, шоколад с малиной и миндалем, и каждый из этих вкусов еще усилен питьем суперфудами. Охарактеризуем каждый из этих вкусов. Ну вот, первый у нас молочный шоколад с клюквой и грецким орехом, надо сказать, чрезвычайно вкусно, потому что клюква создает такую свою кислинку, очень интересно она как-то по-новому оттеняет вкус шоколада, вообще вот эти наполнители, они все делают шоколад как-то по-новому вкусным, по-новому вкусным, чрезвычайно интересная вещь. Вот в данном случае вот этот вот вкус, он, знаете, он создан как раз так, чтобы повысить максимально работоспособность физическую, умственную, ну вот в частности корица, да, антиоксиданты корицы, мы знаем, они оказывают такое общее противовоспалительное действие, они улучшают наше дыхание, да, дыхание становится таким полным, глубоким, хороший возникает газообмен. Гуарана. Гуарана – это растение, богатое кофеином, а кофеин, он прямо повышает активность адреналина, и вот мы уже готовы к свершениям. Вот известно, что, ну вот это южноамериканское растение, что южноамериканские индейцы совершали буквально многодневные переходы, и пища, им служили вот эти листья гуарана, которые они просто вот жевали в этих переходах, и наполнялись энергией, энергии было достаточно, чтобы, в общем-то, в день проходить, пробегать по 100 и более километров. Ягода каму-каму – уникальное растение, потому что она прямо влияет на синтез мышечного белка, улучшает углеводно-жировой обмен. Даже были исследования, показывающие, что каму-каму при добавлении их в пищу мышам с наследственным сахарным диабетом, ну, пока нет диабета, но она обязательно разорьется, потому что они наследственно склонны к этому заболеванию. Вот добавление каму-каму снижало, и очень здорово, вероятность развития сахарного диабета у животных, повторю, наследственно склонных к развитию этого заболевания. Бурый лен, в общем-то, очень интересное растение, потому что оно привносит в наше питание так называемые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Это тоже полиненасыщенные необходимые нам жирные кислоты, обладающие выраженным антиатерогенным действием, выраженным противовоспалительным действием. И вообще сейчас считается, что обогащение нашей пищи омега-3 жирными кислотами, и, повторю, некоторое снижение в нашем питании омега-6 жирных кислот, это один из механизмов антиэйджа. Вот если мы за этим следим, если мы добавляем в наше питание продукты богатые омега-3 жирными кислотами, хотя бы льняное семя, льняное масло, жирную морскую рыбу, и, с другой стороны, уменьшаем потребление омега-6 жирных кислот, ну, таких вот масел, как подсолнечное, чаще всего подсолнечное, ну, добавляют еще кукурузное, соевое, то мы уже выигрываем в плане здоровья. А если мы еще добавляем омега-9 жирных кислот, это оливковое масло, то мы создаем очень выраженный антиатерогенный эффект, вот, и это продлевает нашу здоровую жизнь. В общем-то, надо сказать, что даже такая замена в более молодом возрасте тоже считается оправданным. В возрасте 20+, уменьшение потребления омега-6 жирных кислот и увеличение потребления омега-3 жирных кислот способствует улучшению работы головного мозга, снижению депрессивной настроенности, снижению склонностей к хондре, к депрессиям, повышению работоспособности головного мозга. То есть все это работает, в общем-то, на конечный результат. Мускатный орех тоже содержит эфирные масла с хорошим таким антимикробным и противовирусным действием. Вот вы сами теперь, посмотрев на состав, можете определить, сколько много смыслов сложено, вложено вот в композицию этих суперфудов. Ну и нужно добавить, что всего в одном кусочке всего 16 килокалорий. Ну, может быть, чтобы цифра была вот такая более наглядная, человек в день потребляет порядка 2000, ну, считается 1800-2200 килокалорий. То есть 16 килокалорий – это меньше 1%. То есть употребляя ломтики, дольки вот этого шоколада, мы практически не увеличиваем калорийность нашего питания, но при этом получаем массу вкусов, массу удовольствия и массу пользы. Вот. И надо сказать, что вот эти 16 килокалорий в кусочке – это общее свойство всей этой серии. И можно сказать, что вот одно из свойств – это привносить в наше питание пользу, никак не увеличивая суммарную калорийность питания. Вы знаете, что это тоже очень важный момент, который сейчас очень актуален. То есть, к сожалению, калорийность питания является одним из факторов против здоровья. Калорийность питания слишком высокая, чтобы поддержать здоровье. И, в общем-то, вот эта проблема современного такого образа питания и образа жизни, как уменьшить как раз калорийность питания, но при этом очень важный момент – сохранить все полезные компоненты. Ну, вот, кстати, молочный шоколад. Многие говорят, что молочный шоколад, он все-таки вот, ну, не так полезен, как, например, шоколад темный, шоколад горький. Я бы здесь все-таки поспорил. Дело в том, что введение молока в этот продукт делает шоколад как-то, ну, в некотором вот новом таком виде полезным. Молоко привносит в наше питание очень хороший, высокоусваиваемый белок и привносит в наше питание кальций. Это, в общем-то, необходимые компоненты нашего питания. Ну, вот здесь еще один вкус – молочный шоколад с клубникой и фундуком. Вот тоже получается, что вот это сочетание привносит нам энергию, привносит антиоксиданты, привносит витамины. Вот, ну и вот, в частности, суперфуды. Здесь, кстати, вот тоже очень интересно. Про каждый из этих суперфудов, наверное, можно было бы написать целую книгу, потому что в них чрезвычайно много пользы. Вот, например, плоды дерева мискит, да, обладают антибактериальным, противовоспалительным, противовирусным действием. Корень маки, ну, маки перуанской, это известный афродизиак, это так называемый перуанский женьшень, тоже повышение энергии, повышение сопротивляемости болезням, повышение мужского и женского здоровья, плоды агуахи, богаты витамином С, плоды лукумы, богаты железом. Вот здесь тоже очень интересный момент. Железа в нашем питании, ну, скажем так, маловато. Вернее, даже вот усвоение железа из питания является таким критическим моментом, и надо сказать, что очень многие женщины, по разным оценкам, не менее половины женщин, вот в период так называемый детородный, это 20-40 лет, пребывают в состоянии хронического скрытого дефицита железа. То есть потери регулярные, потери железа с этими небольшими функциональными кровотечениями оказывается достаточно, чтобы железа было мало, чтобы поддерживался этот железодефицит. Выход. Употреблять продукты, богатые железом. Но проблема в том, что железо плохо всасывается, если нет витамина С. И тогда вот очень важный момент, надо в один продукт соединить витамин С. В данном случае, например, у нас агуахи, богатый витамином С, и продукты, богатые железом, в частности, лукума. Клубника тоже богата витамином С. Мы можем обеспечить хорошее усвоение железа из этого продукта. Ну и посмотрите, имбирь, например, очень важный суперфуд, обладающий противовоспалительным действием. В настоящее время мы очень много знаем об имбире как антиэйдж продукте, то есть продукте, который приостанавливает процессы старения. Нужно сказать, что здесь нет никакой магии, никакой химии. В процессах старения принимают участие такие известные нам процессы, как, например, хроническое воспаление. То есть все, что обладает противовоспалительным действием, одновременно и препятствует старению. В старении принимает участие такой механизм, как повреждение макромолекул, оксидативное повреждение, повреждение так называемым свободным радикалом. Значит, все, что обладает антиоксидантным действием, будет препятствовать старению. Вот собирая в один продукт антиоксиданты, повторю, само тертый какао обладает большим количеством антиоксидантов, собирая продукты, обладающие противовоспалительным действием, защитным действием, богатые витаминами, мы получаем продукт, несущий нам антиэйдж-свойства. Еще один молочный шоколад с манго, надо сказать, тоже очень выигрышное сочетание, и опять же, манго – это аскорбиновая кислота, опять же, мы видим в составе лукума, источник железа, опять мы получаем вот эту вот пару железа, аскорбиновая кислота, которая способствует усвоению железа, и, соответственно, повышению запасов железа в организме. Тоже продукт, дающий нам энергию, дающий тонус, как видите, опять подчеркнем, в нем нет никакого сахара, вот об этом мы еще отдельно скажем, потому что сахар, пожалуй, это вообще самый вредный компонент современного питания. Вот, мы уже говорили о дереве москит, да, с его мескит, простите, с его антибактериальным противовоспалительным действием, вот ягода каму-каму появляется, мы тоже о ней говорили, да, о улучшении синтеза мышечного белка, лукума, мы несколько раз проговаривали, плоды нони, вот, богатые омега-3 жирными кислотами, вот, кукуруза хопи, фиолетовая кукуруза хопи, она специфически способствует, улучшает синтез коллагена, коллаген это эластический такой волокнистый белок нашей кожи, в том числе, который поддерживает состояние такой молодости кожи, турбура кожи, когда все хорошо с коллагеном, мы выглядим молодо, свежо, его тоже очень важно вводить продукты, которые способствуют синтезу коллагена, ну, кстати, аскорбиновая кислота способствует синтезу коллагена, здесь мы видим, что и манго богат аскорбиновой кислотой, и с другой стороны, сахар резко нарушает состояние молекул коллагена, есть такой процесс гликирования, вот, это повреждение соединения сахара с молекулами коллагена, и вот там, где эта связь появляется, молекула как бы провисает, вот возрастные морщины, они как раз связаны с этим процессом повреждения сахара, молекул коллагена, эластина, и, соответственно, чем меньше сахара в нашем питании, тем моложе мы выглядим, вот это важный момент, темный шоколад, темный шоколад, так, мы здесь перескочили, сейчас мы на лесу вернемся, вот, плюс апельсины и какао-бобы, апельсины, это опять аскорбиновая кислота, и за счет какао-бобов мы усиливаем количество флавоноидов какао, вот, усиливаем антиоксидантное действие, вот, здесь у нас есть корень маки перуанской, да, это перуанский женьшень, тонизирующее средство, афродизиак, то есть, употребляя такой шоколад, мы все время чувствуем себя бодрее, энергичнее, вот, опять, плоды гуарана, да, это содержащие кофеин, ягоды годжи, это тоже, в общем-то, фактор долголетия, потому что там много антиоксидантов с такой вот, знаете, антимутагенной защитой, снижающей вероятность повреждения генетического аппарата клеток, вот, семена льна, это продукт, богатый омега-3 жирными кислотами и так называемыми мягкими пищевыми волокнами, вот, об этом тоже надо сказать, потому что пищевых волокон в нашем питании не хватает, их мало, а пищевые волокна это фактор здоровья, вот прямой фактор здоровья, потому что они и очищают организм, и стимулируют иммунитет, и очень важные свойства, они нормализуют уровень холестерина в крови, и чрезвычайно важные свойства, они служат пищей, и под подкормкой, подложкой, так называемым симбиотным микроорганизмам, симбиотным бактериям, бифидой, лактобактериям, то есть вот, если в вашем питании хорошо с пищевыми волокнами, значит, все будет хорошо с симбиотной микрофлорой, и значит, все будет хорошо с функциями этой микрофлоры, а это и стимуляция иммунитета, и подавление провоспалительного действия, вот, пищевые волокна, кроме того, связывают канцерогены, связывают тяжелые металлы, в общем, трудно даже переоценить эффекты пищевых волокон, чем больше их питания, тем лучше, и вот очень важно, на мой взгляд, обогащение шоколада, вот, в общем-то, продукта десертного, обогащение пищевыми волокнами за счет введения того же апельсина, например, и за счет введения суперфудов, которые именно богаты пищевыми волокнами, вот семена ЧИА тоже много, и омега-3 жирных кислот и пищевых волокон, но отличительной особенностью ЧИА является высокое содержание селена, селену мы сейчас уделяем очень много внимания, как металлу, обладающему выраженным антиоксидативным действием, как металлу, защищающему поверхность сосудов от повреждений, в том числе, от возрастных повреждений, сейчас даже считается, что нам нужно следить за содержанием селена в пище, точно так же, как мы следим или должны следить за содержанием железа в пище. Дефицит селена обходится нам тем, что, к сожалению, раньше начинают развиваться возрастные изменения в сосудах. Вот, но теперь наш шоколад тоже темный с вишней и кешью. Вот, тоже очень удачное сочетание, но кешью вообще очень интересный орех, потому что он привносит в наше питание цинк. Цинк вот в настоящее время считается одним из факторов, который препятствует проникновению вирусов в клетку. Мы сейчас очень много уделяем внимания именно специфической противовирусной защите. Вот считается, что цинк это один из факторов, который позволяет человеку или не заболеть вот этой самой инфекцией, которая сейчас вокруг ходит, или по крайней мере перенести ее в легкой форме. Вишня содержит очень много кверцетина. Кверцетин это тоже биоактивное вещество, это тоже флавоноид, который защищает внутреннюю поверхность сосудов от повреждений, защищает нас от воспалительного действия. Суперфуды, смотрите, ягода асаи, тоже ягода, обладающая большим количеством антиоксидантов, большим количеством микроэлементов. Вот имбирь, тонизирующий фактор, антиэйдж фактор, мискит с выраженным антибактериальным и противовирусным действием, корень маки, женьшень, ну, как аналог женьшеня, такой биостимулятор, фактор как-то прилива силы и энергии. хуанапу мачо такой компонент, это тоже, в общем-то, афротезиак, повышающий мужское здоровье, кстати, и женское тоже. Еще один вкус, темный шоколад, малина, и миндаль, тоже опять сочетание такое, орехи, орехи приносят антиоксиданты, приносят антиэйджи, факторы, приносят минералы, малина, это противовоспалительные факторы, это природные салицилаты, в частности, это аскорбиновая кислота, вот суперфуды, кунжут, виттограсс, плоды, лукумы, фиолетовая кукуруза, нони, семена, че, что мы еще не охарактеризовали, кунжут, источник, омега-3 жирных кислот, уже, я думаю, пояснять нам не надо, зачем нам нужны жирные кислоты, повторю, что это, в общем-то, один из факторов продления жизни, один из факторов здоровья, очень много кальция и магния, но если кальций все-таки в нашем пище, в нашем питании довольно частый гость, то магний все-таки элемент, нуждающийся в коррекции, магний это элемент, который нас умиротворяет, который снижает напряжение, который успокаивает наше сердце, удлиняет паузы между сокращениями сердца, делает их более физиологичными, сердце лучше отдыхает. витграз, это побеги молодой пшеницы, хлорофил, очень много хлорофила, недавно его стали применять в качестве такого биоактивного компонента, это антиоксидантное действие, это довольно большое количество минералов, витаминов, в общем-то, это нужно нам. лукума, о ней мы уже говорили, фиолетовая кукуруза, хопи, синтез коллагена, все это очень важно, семена чера, селен, мы это тоже охарактеризовали. То есть вы видите, мы всякий раз имеем такую композицию суперфудов, задача которых наполнить организм энергией, повысить сопротивляемость к инфекциям, создать такое антиоксидантное противовоспалительное действие. То есть набор суперфудов всегда функционален. Так, ну вот наиболее частые вопросы. Сейчас мы их разберем. Собственно, наверное, среди них будут и вопросы, которые во многом вы мне задали, но я подчеркну, для вопросов у нас будет прямо отдельное время, и мы все их рассмотрим. Ну, пока то, что задают чаще всего. Так, ну вот, например, первый вопрос. Почему сахар вреден? Вот знаете, есть очень интересная фраза одного очень известного американского диетолога, он сказал так, если бы про любую другую вкусовую добавку мы знали столько же плохого, сколько мы знаем о сахаре, мы бы уже давным-давно эту добавку запретили. Вот, что делает сахар? Вот смотрите, ну, механизм, ведь, понимаете, даже проблема не в том, что сахар сам по себе вреден, он у нас в организме тоже образуется, вредно то количество, в котором он поступает в организм. Мы просто-напросто не адаптированы к такому большому количеству одномоментно поступающего в организм сахара, потому что никогда раньше в ходе нашей эволюции в нашем питании не было столько сахаросодержащих продуктов. Сахар, он, ему не надо расщепляться, разрушаться, во что-то там превращаться, он всасывается напрямую, и концентрация сахара после сладкой еды начинает резко в крови повышаться, возникает вот такой вот удар для организма, это стресс. В какой-то момент сахара оказывается очень много в тканях, и происходят такие неконтролируемые связки, сшивки молекул сахара с белками, нарушается функция этих белков, развивается провоспалительное действие, повышается уровень инсулина в крови, и развивается очень вот сейчас часто мы этот термин встречаем состояние инсулино-резистентности, как бы организм теперь еще от инсулина начинает защищаться, то есть происходит такой выраженный обменный метаболический дефект, который далее приводит к развитию очень многих заболеваний, в том числе и повышению вероятности некоторых видов рака. Ну, сейчас напрямую связывают с сахаром повышение вероятности таких болезней, как артериальная гипертония, сахарный диабет очень важно, атеросклероз и так далее. Сахар это всегда раннее старение. вот напрямую что мы видим? Сахар способствует увяданию кожи. Вот, то есть вот образование возрастных морщинок это избыток сахара в пище, потому что сахар при таком массированном поступлении в организм связывает молекулы коллагена и разрушает их. Все мы знаем, что сахар способствует разрушению эмали зубов. Сахар нарушает наше питание, нарушает регуляцию питания. Мы, когда едем сладкую пищу, уровень сахара резко повышается и также резко падает. И вот, когда уровень сахара в крови падает, мы снова хотим есть. То есть избыток сахара в пище повышает калорийность нашего питания, снижает контроль питания, потому что мы идем есть в условиях гипогликемии. Мы в этих условиях вообще очень плохо соображаем, какая еда полезная, какая вредная, нам бы ее побольше. Как только человек уменьшает потребление сахара, он замечает, что у него нормализовалось питание. То есть он теперь уже ест обдуманно, осознанно, не спеша, он чувствует больше вкусов от еды, потому что раньше все вкусы маскировались сахаром. То есть чтобы сладкое он не ел, получалось, что всякий раз он чувствует один только вкус сладкий. А когда он сахар убирает, он начинает чувствовать много-много разных тонких вкусов. Ну и несомненное влияние сахара на наш обмен, сахар повышает вес, способствует повышению веса и очень здорово препятствует снижению веса. То есть снизить вес, не отказавшись от сахара, очень трудно, потому что сладкая пища провоцирует аппетит и делает нас просто неуправляемыми. То есть мы не можем поддержать низкокалорийное питание, как оно того требует при снижении веса. И вот видите норма потребления сахара, мы говорят, такая максимально безопасный уровень, 50 грамм в день. Это 10 чайных ложек. Но мы рекомендуем не выше 5 чайных ложек, не выше 25 граммов в день. Здесь есть очень интересный момент, мы же считаем еще и скрытый сахар. А сейчас сахар есть везде, в хлеб добавляют сахар, добавляют сахар в молочные продукты, вот сахар присутствует в колбасных изделиях, в кетчупе, в общем, практически во многих. И вот если посчитать даже тот сахар, от которого мы как бы не можем отойти, например, сахар, поступающий вместе с молочными продуктами, молочные продукты нужны. Или сахар, поступающий вместе с фруктами, фрукты нужны. Я бы рекомендовал вообще отказаться от добавления сахара и сахаросодержащих продуктов в пище. То есть вот эти свои 25 граммов мы наберем, употребляя продукты, где просто сахар в каких-то количествах содержится. Вот. Ну, как сделать шоколад? Опять же, если, например, шоколад без сахара, ну, я не знаю, на очень большого любителя, мне кажется, все-таки шоколад без сахара, особенно для многих, не чувствуется вкуса. То есть шоколад должен быть сладким, хотя бы отчасти потому, что добавление сладостей позволяет лучше ощутить тонкие вкусы какао. Убирается излишняя горчинка и появляются очень хорошие тонкие вкусы. То есть для нас традиционно все-таки шоколад сладкий. Вот возникает такая дилемма, как, например, из шоколада сахар убрать, но сделать его сладким. Выход известен. Добавить подсластители, но и подсластители тоже бывают разными, да, надо взять так называемые натуральные подсластители. Мы о них дальше поговорим. В нашем шоколаде это мальтит и стевиозит, вот, причем отработано их сочетание. Дело в том, что нужно не просто подобрать сахарозаменители, ну, так, чтобы казалось сладко, а подобрать их так, так их уравновесить, чтобы даже в условиях вот такой вот слепой дегустации человек не мог отличить, чем обусловлена эта сладость. Она обусловлена сахаром или она обусловлена полезными подсластителями. Ну, в частности, мальтит и стевиозит. Довольно много, конечно, разных есть сахарозаменителей, но среди них есть полезные натуральные и есть неполезные или, скажем так, вот, искусственные сахарозаменители с не до конца установленной безопасностью. Мне кажется, чтобы пока воздерживаться от них применение, тем более натуральные выигрывают. Вот, мальтит, он оказывается весьма полезным, потому что он обладает еще и так называемым пребиотическим действием. То есть, мальтит не расщепляется нашими ферментами, он доходит до толстой кишки, и там он расщепляется ферментами бактерий, симбиотных бактерий, бифидо- и лактобактерий, и служит им пищей. То есть, таким образом, употребляя вот сахарозаменители типа мальтита, таким же свойством обладает еще олигофруктоза, инулин. Вот, мы не только уходим от вреда сахара, мы еще и приносим пользу, мы увеличиваем пребиотическое действие, то есть, мы улучшаем состав и жизнеспособность нашей микрофлоры. Что известно еще про мальтит, что он никак не повышает уровень сахара в крови, мы говорили, что с этим связано очень много отрицательных эффектов сахара, резкое повышение уровня сахара в крови, это прямое провоспалительное действие, прямое действие направленное на ускоренное старение кожи и так далее. Мальтит снижает общую калорийность питания, то есть, добавляем мальтит в пищу, мы делаем ее более вкусной и тем самым она нас скорее удовлетворяет, понимаете, нам не нужно много есть. мальтит никак не разрушает эмаль зубов, я уже говорил, оказывает полезное пребиотическое действие. Стевиозит, это тоже естественный компонент, содержащийся в растении стевия, он на вкус сладкий, здесь нужно подчеркнуть, что вот именно сочетание стевиозита и мальтита обеспечивает очень такое, очень похожее, очень точное повторение сладкого сахарного вкуса, потому что мало убрать сахар, надо еще его заменить так, чтобы мы никак не заметили каких-то там неприятных привкусов. Итак, стевиозит не повышает уровень сахара в крови, снижает общую калорийность питания, известны исследования, где показывается, что стевиозит нормализует углеводный обмен, то есть снижает вероятность развития сахарного диабета и у пациентов с сахарным диабетом второго типа улучшает контроль сахарного диабета, стевиозит способствует похудению, ну и тоже препятствует развитию кариеса. Ну и повторю, есть аспартан, цикломат, такие вот сахарин, так называемые искусственные, химические подсластители, я бы все-таки рекомендовал от них воздерживаться, потому что их безопасность до конца не доказана. Все время мы имеем какие-то такие указания на то, что в частности сахарин может повышать канцерогенность пищи, что цикломат может повышать терротогенность пищи, то есть для беременных женщин при употреблении цикломата возникает риск развития уродств при беременности. Может быть даже этот риск и небольшой, но согласитесь, зачем рисковать, когда можно использовать хорошие, качественные, натуральные и полезные подсластители. Чем шоколад не чайли клап отличается от других видов шоколада без сахара? Давайте посмотрим здесь небольшую зарисовочку. В общем-то шоколад этот делается из очень высококачественного сырья. Причем уникальный технолог в итоге идет растерянка гранья какао-покал, что холодный. Нет поджиренный какао поступает вместе уже с содержащимся внутри какао-масла. вот такие вот формируются плитки. Еще вот очень тонкий момент. Обратите внимание, очень бережно, очень аккуратно посыпается каждая плитка вот этими самыми компонентами включения. суперфуды в виде экстрактов вносятся уже в склад и там уже внутри содержится. В общем, видите, да, все. Тоже ряд вопросов, вот такой в частности вопрос, что такое суперфуды. Очень интересный вопрос. Дело в том, что в нашем питании как сказать необходимые продукты, продукты питания, которые, может быть, калорий содержат мало, но чрезвычайно много содержат биоактивных компонентов. Флавоноидов, всевозможных эфиров, алкалоидов, которые специфически влияют на сосудистый тонус, которые специфически влияют на состояние сосудистой стенки, которые улучшают микроциркуляцию, это кровоснабжение мельчайших участков нашего тела, которые привносят необходимые витамины, которые обладают противовоспалительным действием, противостоят заболеваниям. Мы с вами довольно много рассмотрели, охарактеризовали каждый суперфуд, но надо сказать, что в нашем питании суперфуды, в частности, лен, даже гречку, возьмем гречку, железо, пищевые волокна, магний, медь, тоже довольно много присутствует важных компонентов. Овсянка, например, тоже во многом суперфуд, ягоды, в частности, малина, клубника, вишня, тоже они обладают эффектом суперфудов. Единственное, что надо подчеркнуть, друзья, вот такие компоненты, они нам нужны, пища, она должна быть такой многообразной, многоплановой, сложной, и включать компоненты, которые именно полезны. Другой момент, ну как семена льна, как их есть ложками, например, а здесь когда они входят в наше питание, когда они входят в продукты, мы их естественным образом потребляем, и тем самым естественно теряем наше питание. Еще ряд весьма важных вопросов. Ну вот, например, опасен ли нас шоколад для диабетиков? Ну поскольку шоколад не содержит сахара, он естественно никакой опасности для людей с диабетом не представляет. Более того, он несет ряд оздоровительных свойств, потому что при диабете очень ну из-за того, что сахара в крови много, очень выражено вот это провоспалительное действие. Больные диабетом, к сожалению, чаще болеют и сосудистыми заболеваниями, быстрее стареют. Так вот, при внесении в них питания таких вот полезных компонентов замедляет, улучшает, скажем так, течение сахарного диабета. В общем, это можно, конечно, согласовать этот вопрос и со своим врачом, но вот, исходя из состава, я как врач, как доктор могу сказать, что никакой опасности по сравнению с обычным шоколадом, вот этот шоколад для диабетиков не представляет, и более того, он может оказать при диабете, особенно диабете второго типа, довольно много оздоровительных эффектов. Можно ли шоколад давать маленьким детям? Ну, здесь что тоже нужно сказать, что это шоколад натуральный, он не содержит никаких вредных добавок, вот, поэтому вы можете принять такое решение, и, в общем, единственный момент, вот, чтобы я посоветовал, если вы какой-то новый продукт вводите в питание ребенка, не начинайте с больших порций, всегда порция должна быть минимальная, буквально крошечка, на второй день может быть еще одна крошечка, нужно постепенно увеличивать присутствие того или иного продукта в питании ребенка, неважно о каком продукте идет речь, дело в том, что дети, они еще не встретившись с тем или иным продуктом, не имеют каких-то необходимых ферментов для его усвоения, и поэтому может возникнуть, ну, как мы говорим, допустим, несварение, вот, если вы приняли решение дать этот шоколад детям, ни в коем случае не начинайте с больших порций, то есть ни о какой половине шоколада или целой шоколадки даже речи быть не может. Такой вот вопрос, можно ли шоколад 5 суперфудов стать частью диеты, но другими словами, наверное, можно ли использовать его для похудения, вот, ну, я могу как сказать, в общем-то, если мы планируем действия по похудению, там основные действия сводятся к тому, что надо как можно меньше сахара питания, как можно меньше плохих жиров, вот, и вот в данном случае, конечно, когда мы убираем то, ну, как бы такие вот обычные традиционные вкусности, наше питание сразу становится каким-то пресным, вот в этом случае несколько долек шоколада 5 суперфудов, может привнести в питание вот именно ту радость, которой худеющим не хватает, но вообще надо сказать, что если вы направляете свою деятельность на поддержание веса, на снижение веса, лучше рассчитывать надолго и строить вот свое питание, не столько по типу какой-нибудь там новомодной диеты, сколько по типу здорового питания, будет лучше, вот, ну, и вот еще такой момент, иногда говорят, пишут, что мальтит может вызвать проблемы с пищеварением, ты знаете, возникает порой с непривычки такой интересный эффект, что мальтит, это же как бы лакомство для бактерий, да, и бактерий становится больше, иногда люди чувствуют какой-то урчане, но это в случае, если мальтита поступило в пищу очень много, ну, или человек к нему не привык, я бы здесь тоже посоветовал, так, если вот вы или ваши знакомые не употребляли раньше вот шоколад с мальтитом, то тоже, как мы говорили о детишках, ну, начните хотя бы там с двух-трех, допустим, долек шоколада, с двух-трех маленьких ломтиков, посмотрите, в большинстве случаев ничего плохого не будет, но у людей чувствительных вот к такому вот выраженному пребиотическому действию, да, удержали своих бактерий, что называется, на голодном пайке, а тут вдруг им раз и пришла вот такая вот вкуснятина, вот в этом случае нужно, да, начинать вот так вот постепенно, вот, ну, и будет ли расширяться линейка, да, обязательно будет расширяться, в ближайшее время выйдет еще несколько новинок, естественно, своим чередом мы вас с ними познакомим, это очень хорошая вообще история, вот сделать полезное лакомство, лакомство, которое не просто вот через свои вкусы дает нам радость жизни, да, но и через свой состав, действуя биологически, биохимически на наш организм его оздоравливает, вот в данном случае вот это сделать удалось, при таком вот, знаете, устойчивом, регулярном, ежедневном потреблении шоколада из серии 5 суперфудов, причем лучше, знаете, так вот, чередовать кусочки, то есть использовать все вкусы и чередовать вот эти самые кусочки, мы будем получать не только эффект удовольствия, радости от жизни, но и стойкий оздоровительный эффект. Давайте я посмотрю ваши вопросы, можете их задавать, которые, вот от Аллы пришел вопрос, не получается, три дольки съедают целую плитку, вот, ну, я как могу сказать, Алла, я не возражаю, в данном случае вред весь отсюда убран, то есть здесь одна польза, но когда мы едим что-то вкусно, это касается всех вкусных вещей, надо остановиться на вкусном, получить, посмаковать удовольствие, насладиться им, это позволит, ну, не все же вкусно и полезно, да, позволит даже, вот, вредные вкусности получить вот такое удовлетворение. Как долго можно держать шоколад в открытом виде, Анна спрашивает, вот, ну, в принципе, как обычный шоколад, здесь никаких нет, никакой нет разницы, вот, ну, и в то же время особо долго держать не надо, где-то в течение трех-четырех дней лучше съесть. Тинаида спрашивает, вот, я люблю шоколад с 85% какао, в нем мало сахара, у нас сразу понятно, что мало какао, почему цена такая высокая, какао не мало, какао не мало, посмотрите, и второй момент, если мы действительно, вот, взяли бы один шоколад, вот, без наполнителя, там какао было бы не меньше, вот, может быть, даже больше, вот, чем 85%, проблема в том, что тогда мы, к сожалению, не смогли бы привнести пользу вот всех наполнителей и всех суперфудов, поэтому мы имеем продукт, в котором не только какао работает, безусловно, полезная вещь, но работают и суперфуды, то есть работает весь состав, вот. Ау, большое спасибо, мне тоже, приятно, что вам это все пошло на пользу. Так, сколько нужно съесть кусочков шоколада, чтобы было действие пяти суперфудов, вот, ну, в день 3-4 дольки, вот, это как бы такой получается минимум, но, в принципе, можно и больше, безусловно. Вот, сколько плиточек в месяц можно употребить, здесь нет ограничений, мы говорим о продукте питания, который, к тому же, без опасен, и без вреден. Вот. Друзья, ну, к сожалению, у всех у нас разные компьютеры, у некоторых, вот, не получается послушать эту презентацию хорошо, но я уверен, у нас будет запись, которая будет от всех этих помех очищена, и там вы можете ее еще раз послушать, не спеша, подгружая. вот, Ирина, спасибо вам, что слушали. Вот, друзья, давайте я немножко поднимусь вверх, может быть, там у нас еще какие-то были вопросы. вопросы. Ну, вот, в основном вопросы мы нашли на них ответы, вот, когда мы говорили об этих основных вопросах, и вот это сколько можно, да, сколько вот в день, но для меня важный такой вот момент, что, если, например, кто-то из ваших знакомых жалуется, что вот его как бы послабляет такой шоколад, что согласитесь, для многих в общем-то неплохо, да, вот, вот посоветуйте начинать с небольших порций, то есть как бы дать привыкнуть микрофлоре вот к этой для них вкусной вещи, как мультитол, вот. Да, Венера полностью согласен. Шоколад в магазине, к сожалению, оказывается вредным, причем не только потому, что там много сахара, сахара, потому что там и масло какао очень дорогой продукт заменено, ну, какими-то вот заменителями, пальмовым маслом, гидрированными растительными жирами, кстати, был вопрос, почему наш шоколад стоит дороже, вот именно из-за состава, что состав здесь натуральный, качественный и плюс суперфуды, плюс наполнители, которые тоже очень высокого качества и очень дорогие. Друзья, ну, спасибо за внимание, мы с вами будем в таком режиме работать каждую неделю, проводя, в общем-то, учебу по нашим новым продуктам, мы там будем касаться их пользы, причем, вы видите, я стараюсь немножко шире, что не просто это полезно, это полезно, ну, и почему полезно, чтобы, если ваши знакомые или друзья спросят, а почему вот так, чтобы вы могли ответить аргументированно, это всегда воспринимается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!